В данном видео будет показано, как правильно изменить вот эти два баннера, левый и правый, верхний баннер. Баннеры можно будет поменять в админ панели. Это список всех разделов рекламной материалы. В рекламных материалах находим нам нужный баннер, например, верхний левый баннер на главный, 220 на 466, сразу написанный размер. Если нам его надо изменить, то щелкаем напротив и нажимаем «Редактировать». В баннеры грузятся уже заранее подготовленные размеры для баннера. Создаем баннер 220 на 466. В тонкости создания углубляться не надо, не обязательно. Если этот баннер у вас готов, то вы можете его уже сразу загрузить. Он у меня не готов, поэтому я его сейчас приготовлю. Предположим, будет такого цвета, без фона и какой-то текст. Ну, в принципе, такой простой баннер. Сохраняем его в PNG. Нажимаем «Редактировать». Все, баннер сохранили. Теперь нам необходимо этот баннер, чтобы вставить в этот код. Здесь комментарий идет к коду в этом поле. То есть ссылка на страницу, указывается ссылка на страницу. На какую страницу нужно перенабрать. Данное поле, где начинается HTTP и дальше до кавычки, здесь непосредственно ставится путь к баннеру. Нам необходимо его загрузить. Загрузить картинку. Переходим опять в список всех разделов. Открываем в новом окне. И загружаем картинки управления картинкой. Выбираем файл. Он у меня на рабочем столе. Вот он, баннер PNG. И убираем лишние галочки. Загрузить. Вот он файл. Система автоматически его переименовывает, чтобы не запутались имена, что-то новое не появилось. Правый щелчок. Копировать адрес. Копировать адрес ссылки. И вставляем сюда. Вот мы вставили новое название картинки. То есть не название, а новую картинку. Ссылка на новую картинку. Здесь же можно будет указать просто путь. Путь, на какую страницу он лежит. Путь можно узнать просто. Например, нажали мы рекомендуем. Вот. Это и есть путь. Сохраняем. И видим новый баннер. На странице можно будет сразу увидеть изменения. Текст. Я изменения сейчас отменю. Верну на прежнее место. Сохраняем. И обновляем. Смотрим картинку. В принципе, большее время занимает само создание баннера. Само создание баннера. Загрузка, например, занимает буквально пару секунд. Выбрать файл. Например, тот же самый барахолка баннера. Убираем галочки. Загрузить. Так, с вами пишут, что такая картинка уже есть. Да, действительно. Вот она картинка. Это барахолка баннер. Копируем путь. Копировать адрес ссылки. И точно так же, например, отредактировать. И сюда вставляем путь. Все. Вставили. Сохранили. Здесь указали ссылку. Ссылка, опять-таки, детская барахолка. Вот он путь. Ссылка. Сохранили. Все. При нажатии он перекидывает сразу нас на детскую барахолку. В принципе, на этом видео заканчивается. Такой же принцип изменения и левого баннера. Точно так же можете видеть. И право. Спасибо.